Ремонт на самой длинной улице Челябинска продлится до конца июля. Речь идет о проспекте Победы. Одной из ключевых транспортных артерий города не ремонтировали более 10 лет. Какое покрытие уложат на проспект и как долго оно прослужит, Егор Хвисюк знает. Работают два асфальтовых кладчика. Вот один из них вы видите. Вот каток. Следующий каток. На каждом звене получается у нас по три катка. На участке каждая единица техники выполняет свою функцию. Важно действовать слаженно и синхронно. Два асфальтоукладчика следуют друг за другом с небольшим отставанием. Таким образом они укладывают сразу две полосы. Асфальт не успевает остыть, а значит не появляется и шва между полосами. Снимался вот этот разрушенный, убитый, мертвый слой асфальта. И устраивается новый сейчас слой асфальта от 6 сантиметров. Челябинские дорожники приступили к ремонту самой длинной улицы города. Асфальт на проспекте Победы не меняли уже более 10 лет. И в этом году планируют отреставрировать всю трассу. Для ремонта магистрали используют щебеночно-мастичный асфальтобетон. Материал прочный, выдержит плотный поток транспорта. Производят его по немецкой технологии на новом заводе в Кременкуле. Его специально построили, чтобы обновить челябинские дороги к саммитам Шоссе-Брикс. В час там выпускают 240 тонн асфальта. Для сравнения, в день дорожники укладывают в среднем 2000 тонн. Так что предприятие полностью обеспечивает ремонт и позволяет ускорить работы. Асфальт, который используется при ремонте проспекта Победы, уже прошел своеобразный тест-драйв в прошлом году на улице Российской и Лесопарковой. Вы видите, что его структура достаточно плотная. Все из-за того, что здесь в его составе более 75% содержания щебня. А также используется специальная добавка эсцеллюлозы. Она увеличивает сцепление битума и щебня, а также заполняет пустоту. Из-за этого он получается вот такой вот монолитный. По федеральной программе безопасные и качественные дороги на проспекте уложат более 100 тысяч квадратных метров покрытия. Подходят к концу работы на участке от улицы Молодогвардейцев до Чайковского. Новый асфальт уже красуется на участке от Салавата-Юлаева до Ворошилова. Конечным этапом станет промежуток от Балика до Кирова. В день мы укладываем порядка 15 тысяч метров квадратных. Так что поэтому планируем, что весь объем, если погодные условия будут положительны, мы к концу этой недели закончим. Дорога будет на гарантии три года. В случае, если появятся ямы, подрядчик проведет ремонт за свой счет. Сразу после завершения работ на проспекте Победы дорожники сместятся ближе к центру города. Техника начнет работать на проспекте Ленина от Свердловского до улицы Лесопарковой. А также на автодороге Меридиан. Ее отремонтируют на всей протяженности. Егор Хвисюк, Евгений Чекалов, ОТВ.